МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы когда-нибудь задумывались, сколько пластика мы используем в повседневной жизни? Еще 60 лет назад наши деды и прадеды обходились без него. Однако сегодня трудно представить свой быт без пластиковых изделий. Ведь половина из того, чем мы пользуемся каждый день, изготовлена из пластмассы. Каждый год в мире производится порядка 300 миллионов тонн полимерного мусора. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В этом году Всемирный день охраны окружающей среды посвящен борьбе с пластиком. То есть пластиковое загрязнение – это бич экономики потребления. Поэтому задача – уйти от экономики потребления и перейти к экономике замкнутого цикла. Замкнутого цикла. Поэтому мы тоже дадим бой пластику. В основном пластиковые отходы скапливаются в Мировом океане. Существуют целые мусорные острова в Атлантическом, Тихом и Индийском океанах. Африка превратилась в глобальную свалку отходов пластика в результате как собственного потребления, так и завоза в огромном количестве отходов из Европейского Союза и США. В результате многие страны ограничивают производство пластиковой продукции. Что является причиной такой активной борьбы с производством пластика? Что делает одноразовые стаканы такими опасными? В среднем период разложения пластика составляет от 80 до 600 лет. Стаканчик для кофе разлагается около 50 лет. Пакеты и трубочки – 100-200 лет. Пластмассовые бутылки – до 200. Между тем, пластиковое загрязнение во всех формах вредно для природы и живых организмов. Из него выделяются токсичные вещества, вызывающие гибель растений и животных, как на суше, так и в воде. Заполняя пространство, пластмассовые отходы уничтожают целые экосистемы, особенно вблизи водоемов. Сегодня ряд стран уже отказались от пластика. Большая работа в этом направлении ведется на ММК. Так, для снижения воздействия на окружающую среду отходов установлен перечень товаров и упаковки, подлежащих обязательной утилизации после утраты ими потребительских свойств. У производителей и импортеров таких товаров и упаковки есть два варианта действий – утилизировать отходы самостоятельно или заключить договор со специализированными организациями, а также заплатить экологический сбор, который является компенсационным платежом государству за выполнение работ по утилизации отходов. ПАО ММК ежегодно оплачивает экологический сбор за утилизацию пластиковой упаковки. За упаковку, отгруженную вместе с товарной продукцией, в 2022 году ММК потратил 3 миллиона рублей. 5 июня отмечается Всемирный день окружающей среды. Чтобы привлечь внимание к вопросам экологии, по всей стране проводится ряд мероприятий. В частности, Магнитогорский металлургический комбинат присоединился к большой всероссийской акции «Марафон рек». Ее цель заключается в уборке прибрежной территории крупных рек страны. Старт этого проекта был дан в 2021 году с акцией «День Волги», а в текущем в него вошли другие реки России – Дон, Кама, Иртыш, Терек, Нева и, конечно, Урал. От участников хорошее настроение – от организаторов, экипировка и вода. К забегу готовы. На старт вышли активисты различных цехов комбината и дочерних предприятий – молодые металлурги и лидеры здоровья. Всего 35 человек. Как только мы узнали, что собирается такой забег, мы сразу приняли решение в нем участвовать и отложили все свои дела и пришли сюда. Наш город нуждается в том, чтобы в осознании того, как важно вести вообще экологичный образ жизни. И в частности, здесь мы будем вот таким образом пропагандировать своим детям, своему окружению, показать, что это очень важно. Это касается каждого человека. Забег запланирован по разделительной дамбе системы оборотного водоснабжения ПАО ММК от мостового перехода Казачьей переправы до Южного перехода. Место проведения выбрано не случайно. Дамба длиной в 2,5 километра стала одним из ключевых элементов в реализации крупнейшего водоохранного проекта «Магнитки» последних лет – реконструкции системы оборотного водоснабжения с расширением резервуара охладителя. Это одна из важнейших инициатив ММК в области охраны поверхностных вод Магнитогорского водохранилища и реки Урал, стоимость реализации которого превысила 600 миллионов рублей. Таким образом, была достигнута максимальная изоляция Магнитогорского водохранилища от влияния системы оборотного водоснабжения ПАО ММК и исключения сброса водохранилища промышленных сточных вод. Об этом перед забегом рассказали участникам и провели экскурсию. С 2018 года, с ноября месяца, 290 миллионов метров кубических загрязненных промышленных вод было исключено. ПАО ММК перешел полностью на замкнутую систему водоснабжения. Вот здесь вы видите, с левой части, это автоматизированный постконтроллер. Ну, так как уже три года сброс отсутствует, да, три года сброс отсутствует, пост находится на консервации, мы сейчас можем там посмотреть его оборудование. Значит, данный пост что позволяет делать? В автоматизированном режиме контролировать 14 компонентов, которые характеризуют качество воды Магнитогорского водохранилища. Напомню, масштабный экологический проект ММК был введен в эксплуатацию 5 лет назад. Именно он помог снизить экологическую нагрузку на водоем в несколько раз. Позже произошло озеленение дамбы и запуск рыбы в Магнитогорское водохранилище. За это время значительно улучшилось качество воды водохранилища, что позволяет использовать его в рекреационных и рыбохозяйственных целях. Качество воды, соответственно, в Магнитогорском водохранилище, оно кардинально изменилось, улучшилось, да. То есть сейчас оно по всем показателям практически соответствует предельно допустимым концентрациям объектов рыбохозяйственного назначения высшей категории. Ну, в том числе это позволило нам провести зарыбление от Магнитогорского водохранилища, да, ценными породами рыб. То есть начиная с 19, 20, 21 год мы зарыбляли сазаном, да, то есть всего было выпущено 800 тысяч штук малька сазана. В 1922 году мы продолжили зарыбление. Это были выпущены 50 тысяч штук мальков толстолобика и 30 тысяч штук мальков белого амура. Значит, эта рыба, она уже специфическая сазана, это промысловая, да, то толстолобик и белый амур, они тоже могут использоваться как промысловые рыбы, но у них есть еще особенности, они очищают вот водоем, да, вот нежелательная растительность, то есть камыши и та вот ряска тина, да, которая на берегах рек или водоема скапливается, они ее активно поедают и тем самым очищают вот водоем. Поэтому это вот было сделано. В этом году, в 1923 году мы тоже, как бы, продолжим, продолжим эти мероприятия, да, то есть, ну, планируем выпустить, ну, как бы, в осенний период порядка 200 тысяч штук мальков толстолобика еще. В 1921 году был проведен контрольный вылов сазана, то есть, это специализированная организация проводила данный вылов, значит, и, соответственно, контрольный улов показал, что приживаемость высокая, ну, самые крупные экземпляры, то есть, это, которые уже трехлетки сазаны были, то есть, они порядка 850-900 грамм были, ну, и, как рыбаки там показывают, примерно 25 сантиметров в длину. Магия, марш! В этом забеге первых нет и отстающих. Многие бежали не на результат, а больше для того, чтобы полюбоваться красивым видом и природой. Сами участники шутят. Это такая разминка перед уборкой территории. Одень ленточкой. Мы как-то побежали. Отлично. Отлично. Любовались природой крыла. Да что вы. А почему любовали? Трассой, нашим Уралом. Кстати, очень красивое место для пробежки. ПАО ММК Метис присоединяется к ПАО ММК за чистый город, за чистую среду. Я пришла специально, съездила утром на завод, одела спецодежду, ботинки, костюм. К сожалению, в жилетке мне было жарко, поэтому пришлось снять ПАО ММК нас тем более одел. Вот такие шикарные бейсболки, вот такие шикарные футболки, плюс бутылочка воды. Бегаю, потому что я за свой город. Еще не отдышавшись, приступили к уборке территории. Повсюду следы жизнедеятельности рыбаков. Несмотря на то, что рыбачить здесь запрещено, некоторые любители подобного отдыха мало того, что нарушают это правило, так еще и мусорят. В основном это пластиковые бутылки, пластиковые пакеты. Ну, Гамир у нас нашел крыло от велосипеда. Хочу сказать, товарищи рыбаки, не ленитесь, пожалуйста, убирать за собой свой мусор. На самом деле, весь берег загажен. Да, в основном баночками из-под червей. Сегодня участники марафона «Рек» собрали сотни мешков мусора, целый КАМАЗ. Весь пластик будет отправлен на переработку. Вторая акция, в которой металлургические комбинаты также принимают участие, «Выбираю чистый воздух». Она реализуется в рамках федерального проекта. К слову, по итогам прошлого года ММК вошел в число победителей первой всероссийской экологической акции «Выбираю чистый воздух». Предприятие было отмечено в номинациях «Самое активное предприятие» и за лучшую коммуникационную поддержку. По мнению организаторов, негативно на состояние воздуха влияют не только выбросы предприятий, но и автотранспорт, выхлопы которого рассеиваются в приземном слое, непосредственной близости к человеку. Чтобы внести в свой вклад в улучшение воздуха, люди могут сокращать поездки на автомобиле. В рамках вот этого федерального проекта «Я убираю чистый воздух». Люди должны отказаться от автотранспорта для того, чтобы снизить загрязнение города выбросами автомобилей и выбрать экологически чистый способ передвижения. То есть, в первую очередь, это, конечно, пеших, пробежки или бег. То есть, это велосипеды, это электросамокаты, ну и, в крайнем случае, это электротранспорт, то есть, трамвай или троллейбусы. Для участия в акции необходимо фиксировать преодоленное расстояние в интернет-ресурсах с хэштегом «Выбираю чистый воздух». По итогам акции 22 сентября, в день всемирного отказа от автомобиля, будут продведены итоги, а победители получат ценные призы. Выбирай чистый воздух! Также Магнитогорск вошел в федеральный проект «Чистый воздух». Что такое федеральный проект, кратко, чистый воздух? На первом этапе это 12 городов в Российской Федерации в 2017 году, по итогам 2017 года, в которых уровень загрязнения атмосферного воздуха в Российской Федерации был самый плохой. То есть эти города были выбраны и была поставлена цель, в том числе президентом Российской Федерации, о том, чтобы сократить выбросы приоритетных загрязняющих веществ к 26 году на 20%. То есть 12 городов, туда вошли все крупные центры черной металлургии. Это Липецк, это Магнитогорск, это Череповец, Нижний Тагил, Челябинск. То есть по Челябинской области это два города, Магнитогорск и Челябинск, участвуют в этом федеральном проекте «Чистый воздух». Для достижения поставленной цели в каждом городе разработан комплексный план мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Такой план мероприятий разработан и в Магнитогорске. Он содержит 33 пункта, 31 из которых касается группы компаний ПАО ММК, что должно сократить выбросы загрязняющих веществ на 39,04 тысячи тонн. Общие затраты на реализацию мероприятий составят 71,5 миллиардов рублей. В настоящее время реализовано 13 мероприятий и достигнуто сокращение выбросов на 12,5 тысяч тонн. Среди наиболее значимых мероприятий это строительство аглофабрики номер 5 с выводом из работы аглофабрики номер 4, строительство систем аспирации доменных печей номер 1, номер 2, 9 и 10. Также в прошлом году на ММК закончилось строительство комплекса газоочистных установок для улавливания вторичных выбросов конвертерного отделения кислородно-конвертерного цеха. Их внедрение позволило значительно снизить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Кислородно-конвертерный цех ММК один из самых мощных в мире. За год здесь производят свыше 10 миллионов тонн стали. Он был построен более 30 лет назад и за это время претерпел изменения. Когда цех в 90-м году запускался, на два конвертера была построена центральная газоочистная станция, которая работала на эти два конвертера. Туда же был подключен перелив чугуна. В 99-м году запустили конвертер номер 3, который тоже работал на центральную газоочистную станцию. Производительность этой газоочистной станции была 1,4 млн кубических в час. Явно она не справлялась. В 2017 году было принято решение реконструировать газоочистную систему. На каждый конвертер работает своя установка. Улучшение качества атмосферного воздуха почувствовали рядовые горожане и рабочие на своих местах. Наиболее значимые мероприятия, по которым продолжается работа, это самый масштабный проект комбината строительства коксовых батарей номер 12. Это ключевой экономический объект, который способен вывести производство кокса на комбинате на качественный и количественно новый уровень. Кроме того, новая коксовая батарея – это еще и воплощение особой природосберегающей концепции ММК. Планируется, что модернизация производства обеспечит сокращение валовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 11,35 тысячи тонн в год. И безотходное производство за счет внедрения установки сухого тушения кокса. Подобная технология даст возможность утилизировать тепло кокса, а также получать пар для технологических нужд и выработки электроэнергии. Строительство комплекса запланировано в два этапа. В настоящее время в блоке номер 3 коксовые батареи номер 12 приступили к сушке и разогреву огнеупорной кладки. Продолжается монтаж оборудования. Планируется, что эти работы будут полностью завершены уже к концу июня. Полностью выполнена огнеупорная кладка в блоке номер 4 и начат монтаж оборудования. На установке сухого тушения кокса полностью выполнена огнеупорная кладка и начат монтаж оборудования котла-утилизатора. Напомню, генеральным подрядчикам строительства новой коксовой батареи с производительностью 2,5 миллиона тонн сухого кокса в год стала китайская компания. Стоимость реализации проекта около 75 миллиардов рублей. Также среди других масштабных проектов замена воздухонагревателей доменных печей ягломашина глофабрики номер 3, реконструкция газоотчестных установок глофабрики номер 2 и 3 и дробильно-обжигового цеха, строительство систем пылеподавления и газоотчестных установок в СПЦ. В настоящее время затраты группы ПАО ММК на реализацию мероприятий комплексного плана составляют более 47 миллиардов рублей. Отмечу, что всего в рамках экологической программы ММК было запланировано 46 различных мероприятий. 24 из них были завершены в прошлом году. Еще по 22 направлениям работы закончат в течение этого и следующего годов. А к 2026 году Магнитогорск окончательно исчезнет из списка городов с высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха. Магнитогорск окончательно исчезнет.